Далее новости спорта в студии Дмитрий Варановнен. Далее новости спорта в студии Дмитрий Варановнен. Далее новости спорта в студии Дмитрий Варановнен. Далее отправляемся в жаркие Сочи и поговорим о ледовом хоккее. Повод есть. В столице Зимней Олимпиады недавно завершился национальный финал ночной любительской хоккейной лиги, где не на последних ролях были и три команды из Удмуртии. Итоги турнира подведут наши корреспонденты. Охе повезло всем участникам нынешнего финала российской НХЛ. В Сочи они играли на тех же двух стадионах «Шайба» и «Большой», что и участники хоккейного турнира Олимпиады. А потому по существу прикоснулись к истории, а на память получили очень красивые кубки. Мы побывали там, окунулись во все, посмотрели изнутри. Если в прошлом году у нас не получилось на большой арене сыграть, то в этом году целых три раза нам удалось сыграть на большой арене. И это незабываемо. Дух захватывает. Босс НХЛ в Удмуртии Константин Невостроев и сам классно играет в хоккей за команду «Камские белки». В Сочи ижевская команда великолепно выступила в дивизионе «Лига чемпионов» для тех, кому за 40. Были обыграны очень сильные противники. И был перевыполнен даже изначальный план на финальный турнир. Задачи у нас были поставлены попасть в десятку. Я думаю, что мы даже перевыполнили и попали в восьмерку. Впечатление только положительное. Все было на высшем уровне. Идея любительской ночной хоккейной лиги России доступна и понятна всем. Привлечь к хоккею как можно больше людей, чтобы они постоянно были в игре, общались с такими же, как они, почитателями народной игры. Еще одна удмуртская команда, которая ездила на финал в Сочи, звезда из хохряков, заняла 12 место. И теперь в маленьком поселке настоящий бум на хоккей. Все мужское население стремится записаться в клуб НХЛ. Поскольку у нас в хохряках давняя традиция хоккейная, мы стараемся, конечно же, чтобы наши жители играли в команде в первую очередь, в том числе молодежь, которой мы тоже хотим, чтобы они участвовали в таких мероприятиях, чтобы они не терялись. Кстати, расширение НХЛ в Удмуртии вопрос почти решенный. Если в сезоне 13-14 играли 17 команд, то в следующем их будет наверняка уже за 20. И победители будущей весной также отправятся в волшебный Олимпийский Сочи. Чем не стимул? И еще о хоккее уже профессиональном. Ишталь, которая вскоре начнет подготовку к новому сезону, узнала, где и когда проведет свой первый турнир. Это случится в конце августа. В Толиваров пригласили на Рубиновый кубок в Тюмень. И нашими соперниками там станут Кубань, Кастинг-Торпеда и Красноярский Сокол. Завершили свой сезон сильнейшие молодые мастера Ушу Удмуртии финалами открытого Кубка Республики. Соревнования в категориях Чань-Цуань, Чань-Цесе и 32 формы проходили в трех возрастных группах. За медали боролись почти 200 атлетов. Самых красивых побед добились и живчане Виктор Ложкин, Илья Пушин, Елизавета Рябова и Анастасия Никитина. Соревновались сегодня и судебные приставы при Волжье в стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. По старинке участники еще его называют пистолет Макарова. Подробный репортаж из «Динамовского»-Ижевска уже подготовила Марина Азябина. Мастер спорта по борьбе на поясах Виктория Иванова турниры по стрельбе никогда не пропускает. Говорит, это опыт соревновательный и профессиональный. Виктория – судебный пристав. В ее обязанности входит владеть в совершенстве табельным оружием. Цель – это пригождается нам на работе непосредственно, так как у нас есть оружие, которое, не дай бог, в какой ситуации, но оно нам пригодится. А также познать свои возможности. Охрана зданий судов, в основном наша функция – обеспечение безопасности исполнительских действий, когда приставы выходят в адрес. Но, слава богу, пока такого не доходило, он не дойдет. Ольга Белова, кстати, тоже в прошлом известная спортсменка. Она мастер спорта по биатлону. Только вот стрелять из пистолета Макарова ей сложнее, чем из винтовки. Не скажу, что комфортно. Все-таки пистолеты и винтовка – это разные вещи. И стрелять гораздо сложнее. Поэтому какие-то, конечно, навыки, биатлоны я здесь тоже применяю, но все равно разные вещи абсолютно. Белову в итоге в упражнении ПМ2 выиграло серебро. В общем, зачете она была четвертой. И на национальный чемпионат Казань не поедет. Туда отправятся победители. В командном же перенстве первые атлеты Саратовской области. Удмуртская сборная замкнула пятерку. И в завершении выпуска приятная новость из Москвы, где прошли всероссийские соревнования по чирлидингу. В активе сборной Удмуртии две серебряные медали и одна золотая. Она на счету команды «Сити Дэнс» из 71-й ижевской школы, получившей еще и право выступать на первенстве Европы в Манчестере в начале июля. Это первый серьезный успех наших чирлидеров. Все это были новости спортивного четверга. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok